Святитель Иоанн Златоустов говорит в 28-й беседе на Евангелии от Матфея о приобщении святых тайн. Многие говорят, желал бы я видеть в лице Христа, Его образ, одежду, обувь. Ты видишь Его, прикасаешься к Нему, вкушаешь Его. Ты желаешь видеть одежды Его, а Он дает тебе не только видеть себя, но и прикасаться, и вкушать, и принимать в себя. Итак, никто не должен приступать к приобщению с небрежением, никто с малодушием, но все с пламенную любовью, все с горячим усердием и бодростью. Ибо если иудеи вкушали агнца с готовностью стоя и имея сапоги на ногах и жезлы в руках, то тем более тебе должно бодрствовать. Ибо они готовились идти в Палестину, посему и имели вид путешественников, а ты готовишься идти на небо. Посему должен всегда бодрствовать, ибо немалое ожидает наказания тех, которые недостойно приобщаются. Сколько ты питаешься негодованием к предателю и распявшим Христа. Смотри же, чтобы и ты не подвергнулся тому же осуждению. Они умертвили святое тело его, а ты принимаешь его нечистой душой после таких благодеяний. Ибо недовольно было для него того, что он соделался человеком, был за ушом и умершлен. Он еще сообщает себя нам, и не только верою, но и самим делом соделывает нас своим телом. Сколь же чист должен быть тот, кто наслаждается этой жертвою. Сколь чище всех лучей солнечных должны быть рука, раздробляющая себе тело, уста, наполняемые духовным огнем, язык, обогряемый страшную кровью. По мысли, какой чести ты удостоен, какой у наслаждаешься трапезой, на что с трепетом взирают ангелы и не смеют воззреть без страха по причине сияния. Отсюда исходящего тем мы питаемся, с тем сообщаемся и делаемся одним телом со Христом. Кто излечет могущество Господа, возвестит все хвалы Его? Псалом 105, 2 стих. Какой пастырь питает овец собственным телом? Ну что говорю пастырь? Часто бывают такие матери, которые младенцев своих отдают кормилицам. Но Христос не попустит всего. Он питает нас собственным телом и напаяет собственную кровью. И через это соединяет нас с собою. Итак, удостоившись такой любви и чести, не будем предаваться беспечности. Не видите ли, с какой готовностью младенцы берут сосцы? С каким стремлением прижимают к ним уста свои? С таким же расположением и мы должны приступать к сеть трапези, к сосцу духовной чаши. Лучше же сказать, мы с большим еще желанием должны привлекать к себе подобно младенцам благодать духа. Одна только должна быть у него, у нас скорбь, что мы не приобщились к сеть трапезы. Действия сего таинства совершаются нечеловеческой силой. Тот, кто совершил все действия на той вечере, и ныне совершает их. Мы занимаем место служителей, а освящает и притворяет сам Христос. Да не будет здесь ни одного Иуды, ни одного сребролюбца. Если кто не ученик Христов, пусть такой удалится. Эта трапеза не допускает тех, кто не из числа учеников. «Ибо с учениками моими, говорит Христос, совершу Пасху Матфея 26 глава 18 стих». Сия трапеза есть та же самая, которую предложил Христос, и ничем не менее той. Нельзя сказать, что ту предложил Христос, а эту человек. Но ту и другую предлагает сам Христос. Сие место есть та самая горница, где он был с учениками. Отсюда они вышли на гору Илеонскую. «Выйдем и мы на то место, где простерты руки нищих, ибо это место есть гора Илеонская. Ибо нищие суть маслины, насажденные в Доме Божием, источающие елей, полезные для нас, которые имели пять дев и которые, не взявши, другие пять недопущены в чертог». Взявшись его елея, выйдем, дабы нам с горящими светильниками встретить жениха. «Не должен приступать сюда ни один бесчеловечный, ни один жестокий, немилосердный, ни один нечестивый. Это говорю вам, которые приступают, и вам, которые преподают, и вам нужно побеседовать и с вами, чтобы вы со многим тщанием преподавались и дары. «Немалое наказание ожидает вас, если вы, признавши кого-либо недостойным, позволите причаститься сей трапезы. Кровь его взыщется от рук ваших, хотя бы кто был полководец, хотя бы начальник, хотя бы сам украшенный диадемою. Но если приступает недостойно, то воспрети, ты имеешь больше власти, нежели он. Если бы тебе поручено было сохранить в чистоте источник воды для стада, и ты увидел овцу, имеющую на устах много грязи, то не попустил бы ей наклониться и возмутить источник. Но тебе вручен источник не воды, а крови и духа. И ты, видя некоторых, имеющих грех, которые хуже грязи, и приступающих к всему источнику, не негодуешь, не воспрещаешь. Какое ты можешь получить прощение? Для того Бог удостоил вас этой чести, чтобы вы рассматривали таковые дела. Да, в этом состоит ваше достоинство, ваша важность, ваш венец. А не в том, чтобы вы облекались в белую блистательную одежду. Но как, скажешь, я могу знать того или другого? Я говорю не о неизвестных, но о известных людях. Скажу нечто более страшное. Не столь опасно приступать к всему таинству бесноватому, сколь тем, которые, как говорит Павел, попирают Христа, кровь завета не почитают за святыню и ругаются над благодатью Духа. Евреям 10 глава 29 стих. Ибо приступающие в грехах хуже бесноватого. Бесноватые не наказываются потому, что они одержимы бесом, а приступающие недостойно предаются вечному мучению. Итак, будем удалять не только бесноватых, но и всех, которые увидели бы недостоинство приступающими. Никто не должен приобщаться, если он не из учеников Христовых. Никто не должен приобщаться, подобно Иуде, дабы не потерпеть участи Иуды. Все собрания есть также тело Христово. Посему ты, служитель Таинс, смотри, чтобы тебе не раздражать владыку, если не будешь очищать себе тело, чтобы не дать меча вместо пищи. Но хотя бы кто и по неразумию пришел для причащения, воспрети ему, не убойся. Убойся Бога, а не человека. Если убоишься человека, то от Бога будешь уничижен. А если убоишься Бога, то и от людей будешь почитаем. Если ты сам не смеешь, то приведи ко мне. И я не позволю себе дерзость. Скорее предам душу свою, нежели причащу крови Господней недостойного. Скорее пролью собственную кровь, нежели причащу столь страшной крови того, кого не должно. Если же кто после многих испытаний не найдет недостойного, но кто не будет виновен, ибо это сказано мною об известных, если мы исправим сих, то Бог скоро сделает и неизвестных нам известными. Если же мы оставим без внимания известных нам, то для чего ему делать других нам известными? Говорю я это не для того, чтобы мы только удивляли и отсекали, но для того, чтобы исправивши возвращали и имели попечение всех. Таким образом мы и Бога умилостивым, и найдем много достойных причастников, и получим за страдания и попечение других великую награду, которой досподобимся всеми благодатью и человеколюбим Господа нашего Иисуса Христа, которому слава во веки веков. Аминь. Аминь. Аминь.